Сегодня названы имена молодых ученых, удостойных президентской премии в области науки и инноваций. В коротком торжественном списке математик, биолог и химик. Их сегодняшние исследования завтра могут стать разработками, которые позволят проектировать новые материалы, различать малейшие признаки уже существующих и даже продлевать людям жизнь. Репортаж Александра Лякина. Век плодовой мушки короткий, несколько недель, но именно она поможет людям жить дольше. Геном этого насекомого на 80% повторяет человеческий, что позволяет ученым находить слабые места в генах не только мухи, но и людей. С помощью этих мух-грозофил, кандидат биологических наук из Сыктывкара Екатерина Прошкина, ищет возможности организма противостоять негативным факторам окружающей среды. Берем вот такую мушку, заходим в помещение. Например, у нас есть подозрение, что в помещении находится какой-то загрязнитель. Ну, скажем, формальдегид или там какое-то другое ядовитое вещество. Мушка постояла в этом помещении, мы на нее посветили фонариком синим, да, увидели, что она светится зеленым и понимаем, что да, действительно загрязнение есть. Работы Екатерины Прошкиной публикуются и цитируются в ведущих научных журналах мира. И премия президента, о присуждении которой была объявлена сегодня, не единственная ее награда. Впервые в мире она показала, как воздействие на определенные гены может замедлить старение и продлить жизнь. Я надеюсь, что благодаря науке удастся также продлить жизнь человека через 100-200 лет в 2-3 раза. На президентскую премию претендовали 147 молодых ученых со всей страны. В итоге лауреатами стали три человека. Кроме Екатерины Прошкиной, это Владимир Стегайлов из Москвы и ученый из Екатеринбурга Дмитрий Копчук, создатель самого чувствительного в мире так называемого электронного носа. Самое понятное объяснение того, что он сделал, это очень продвинутые молекулярные сенсоры, которые условно называются электронный нос, для обнаружения сверхнизких концентраций различных веществ в воздухе, в растворах, в том числе взрывчатых веществ. И эти вещи, которые уже применяются в практике. А вот исследования ученого из Института высоких температур Владимира Стегайлова так просто не опишешь. Можно сказать, что он тоже работает над проблемой продолжительности жизни, но только не живых организмов, а самых различных материалов. Например, ядерного металлического топлива для перспективных реакторов на быстрых нейтронах. С помощью его исследований уже сегодня можно с очень высокой точностью назвать сроки разрушения самых ответственных узлов реактора. Не проводя эксперименты, предсказывать, какие свойства материала будут. И тем самым делать или давать рекомендации, какие новые материалы можно сделать, чтобы у них были нужные инженерам свойства. Исследования, которые проводит Владимир со своими коллегами, позволяют создать детальные модели атомов самых разных элементов. А это, в свою очередь, поможет создавать новые материалы с заданными свойствами. Одно из направлений — изучение свойств графита. Графит — самый тугоплавкий материал на Земле, если не считать искусственных композитов. При этом точную температуру его плавления удалось установить молодому российскому ученому. Расплавить его очень трудно. Такие эксперименты делались только с помощью импульсного нагрева. И разные методы давали разные значения с разбросом примерно в тысячу градусов. Все лауреаты работают в совершенно разных областях науки. Но есть у них и общее. Всем им предлагали интересную работу за границей. И все трое заявляют, что хотят заниматься исследованиями у себя дома, в России. Александр Лякин, Артем Тихонов, Анна Пузанова, Первый канал.